Здравствуйте и до свидания. Это самый благоприятный вариант развития ситуации. Но есть и другой. Слово за слово, добродушная беседа за чаем, перелистывание бесплатных брошюр и, наконец, приглашение в общину. Пусть в опасную секту начинается с подъезда родного дома. Свидетелей Иеговы в 2017 году Верховный суд России признал экстремистской организацией, однако на этом история не закончилась. Пресечение деятельности продолжается по сей день. Это кадры задержания возможных членов организации в Чите. По данным следствия, в течение нескольких лет свидетели Иеговы устраивали собрания, религиозные выступления, собирали пожертвования. Филиалы действовали в Краевой столице, а также в нескольких районах Забайкали. Русская Православная Церковь тоже считает опасной деятельность таких общин. Когда человек находится в этой организации, если он не обращает своих родственников, домашних, в эту организацию, то в течение времени он должен прекратить с ними общение. И вот эта десоциализация человека приводит к тому, что он может даже там суицидом жизнь закончить. Государство в государстве. Те, кто вступает в общину, отказываются служить в армии. Они не почитают государственный флаг. И самая ужасающая странность – так называемые свидетели отказываются от переливания крови себе и своим детям, даже если это будет стоить жизни. Убеждения дороже. Ради них сектанты распродают квартиры, дома, а деньги презирают. Если бы они посмотрели, сколько они тратят денег на литературу, которую они бесплатно распространяют, ведь ее-то им приходится покупать. И там, по словам Александра Дворкина, сектоведа, миллиарды денег крутятся. И, по сути, это какой-то коммерческий культ. Мы, православные, относимся к этому каким образом? Человек, душа Божья. И нет ни ненависти, ни злости на людей, потому что они жертвы этой ситуации. А организация, да, сама по себе очень страшна и опасна. Настолько опасна, что не каждому психологу удается помочь членам организации вернуться в социум после длительной изоляции.